Мне очень нравятся рождественские чтения. Это такая конференция, такая огромная конференция, когда одновременно в разных местах происходит очень множество встреч, много важных событий, много интересных людей, много докладов, каких-то обсуждений, круглых столов. И понятно, что можно приехать на рождественские чтения и не встретиться там. Можно встретиться в метро где-то там, но на самих, даже в храме Христа Спасителя можно просто не встретиться, даже зная, что человек где-то здесь находится. Многие исследователи, многие педагоги, которые приезжают туда, они выбирают себе сами свой собственный маршрут. И вот у меня тоже сложились такие предпочтения за прошедшие годы. Я люблю очень это время и стараюсь использовать свою поездку в Москву, в том числе и для других тоже целей. Центром, конечно, является и поводом поездки в Москву, являются рождественские чтения, конференции. Но я как бы к этому времени подбиваю еще другие дела. В этом году я начал с того, что поработал с архивом сына Владыки Дамиана, нашего священномученика, архиепископа Корского. Сын его тоже был архиепископом, сын Михаил Воскресенский, архиепископом Казанским. Почему архив его находится в Москве, личный архив? Потому что в Москве он умер, он скончался в 70-е годы. И вот те документы, которые у него хранились сейчас, находятся все на дальней библиотеке. Вот я посмотрел, что это за документы. Подробно буду об этом рассказывать на наших уже, на курских домиановских чтениях. Вот я готовлю доклад. Фотографии многие, которые, так сказать, нам до этого были неизвестны, вот они всплыли. Даже есть письма, такие открытки 1912 года, 1915 года, которые сыновья Владыки отправляли ему. Вот, собственно, ручно подписаны. На следующий день я побывал на Пятницком кладбище. Он был у могилы архиепископа Михаила Воскресенского. Очень легко ее нашел. И в тот момент, когда я сомневался, так сказать, вот, нужно ли фотографировать здесь рядом с храмом, нужно ли просить особо благословения, вдруг в этот момент подлетел голубь и сел на крест Владыки. Вот я посчитал, что это такой знак был как раз, потому что, если бы я искал, священника не было в этот момент, мог бы потратить очень много времени и положительного результата не добился бы. А тут вот мы сфотографировали. Тоже эту фотографию я покажу на домиановских наших чтениях. В Москве хранится очень много документов, связанных с Курским краем. Вот, в частности, там есть даже периодика курская, которой нет в Государственном архиве Курской области, то есть там неполные подшивки. Но вот в Москве некоторые экземпляры, которые утеряны были здесь, в Курске, они там сохранились, и их тоже можно было найти. Вот я тоже занимался изучением этих документов, периодику читал. И уже потом, на третий день, был на конференции, побывал на патриаршей службе в храме, в студенческом домовом храме Московского государственного университета, ученица Татьяны храм. Это был престольный праздник, вот, такой патриаршая служба. Вот, и было рукоположение даже во время этой службы. А потом был в храме Христа Спасителя на конференции прославления святых, вот, где как раз собираются исследователи, члены Синодальной комиссии. И можно сказать, что вот это, здесь мы можем узнать новости из первых уст. В этом году после конференции еще был такой небольшой круглый стол, где в формате таких вопросов, ответов, можно было пообщаться с председателем Синодальной комиссии по канонизации, епископом Панкрасием, с секретарем Синодальной комиссии по канонизации, протереем Владимиром Воробьевым. Вот, и разные исследователи из разных мест, вот, из Архангельска, из Татарстана, задавали тоже, так сказать, разные вопросы. Все они, практически все вопросы актуальны, все очень серьезные. И здесь вот прозвучало, так сказать, может быть, впервые так публично и четко прозвучала такая мысль, что канонизация новомучеников в русской православной церкви сейчас остановлена, приостановлена, вот так скажем. По какой причине? По причине той, что мы не можем гарантировать, что открытые, что мы изучили все архивные дела, изучили все документы. То есть могут всплыть неожиданно какие-то компрометирующие документы. Вот, потому что сейчас, к сожалению, вот, исследователи немножко связаны в своей работе, не все разрешается, смотря, 90-е годы этого не было, да. Но в Украине этого нет сейчас. Поэтому вот на Украине, так сказать, спокойно. Это, правда, вызывает другие проблемы. Но вот в русской православной церкви, вот в России, сейчас мы не можем... Это не значит, что мы должны остановить исследование. Мы исследование ведем, может быть, даже интенсивно, так сказать, пытаться собрать все необходимое, успеть встретиться с теми, кто был очевидцем, носителем тех традиций 30-х годов, кто мог о церковной жизни рассказать, или слышал из первых уст, тоже как бы какие-то документы семейные где-то хранятся. Все это можно активизировать, подключая... Ну, собственно, это уже происходит, так сказать, мы исследуем. Наша историко-архивная комиссия, так сказать, в том числе работает и благодаря каким-то находкам в интернете. Даже мы находим родственникам под социальным сетям, там кто-то выкладывает фотографии своего дедушки, который служил в Курской епархии, да, мы находим этого человека или он нас находит, да. Вместе, так сказать, обмениваемся, что у нас есть об этом дедушке, что в семье сохранилось, да. Если доверительные такие отношения складываются, а порой не только доверительные, но и дружеские, то есть мы обмениваемся сейчас и в праздники поздравлениями со многими родственниками, то и еще какие-то документы всплывают, которые, как бы, может быть, как-то неловко их обнародовать еще, да, но они для исследователя очень важны. Они дают, как бы, повод для дальнейших, так сказать, направлений работы. Возьмем, к примеру, такого известного подвижника, известного, уважаемого, любимого многими подвижника русской православной церкви, химандрит Серафим Тяпочкин. Многие почитают его за святого, и народное почитание такое, и это не просто такое недоброкачественное, скажем, народное почитание, такой ажиотаж, а это, в общем-то, как, ну, фактически, де-факто святой. То есть, вот, многих его личность, даже просто его фотография, так сказать, случайно, так сказать, человек находит эту фотографию, и уже, так сказать, что это за человек, что за ним стоит. Вот, а за ним история церкви, история гонений, та традиция, в которую можно войти. То есть, это тот человек, которому доверяют, да, вот, вот, ясно, что он святой. И комиссия по канонизации, вот отец Владимир рассказывал, говорит, что на комиссии по канонизации, в общем-то, когда поднялся в очередной раз вопрос о канонизации отца Серафима, тех, кто против, нет. Поразительная ситуация, но канонизировать не можем. Нет дела 1941 года. Он был арестован по этому делу, так сказать, вот, вот, там были какие-то допросы, было что-то еще. Что отец Серафим отвечал на этих допросах, неизвестно. Но пока нам неизвестно, мы не можем сказать, что это исповедник, да. Вот, хотя, вот, опять же, так сказать, вот есть предложение канонизировать его как преподобного. Он же монах преподобный, и последний период его жизни, так сказать, по последнему-то судят, да. Вот, здесь сполошной подвиг. Вот, и это вот к вопросу того, кого мы можем увидеть на иконе, вот, курско-белгородских святых. Вот, отец Серафим. Собственно, икона-то где-то уже и написана. В Белгороде там есть иконы. Такое почитание, оно сохраняется. В ракитные паломнические группы ездят. Так сказать, воспоминания о Боце Серафиме издаются. Вот, и это чтение пользуется большой популярностью. И так вот, лично я на заре своей юности, так сказать, когда узнал впервые о Боце Серафиме, тоже включил его в свой поминник и всегда вот стараюсь его поминать. Вот, я не дерзаю ему молиться, пока он не канонизирован официально, но вот поминаю его в дни поминовения, о покоении. Вот, такое, как бы, сердечное расположение к нему почувствовал. И это многие, так сказать, таких в России масса. Что касается процесса канонизации, то вот в Курской метрополии нет комиссии по канонизации. То есть, как бы, эти вопросы, предварительные вопросы канонизации рассматриваются нашей историко-архивной комиссией по изучению материалов репрессированных священно-церковно-служителей. Вот так длинно называется наша комиссия. Предполагается, что вот те материалы, которые мы собрали, дальше будут уже рассматриваться уже другими людьми. Вот, и дальше будет решаться вопрос канонизации или не канонизации. Но мне кажется, что вот у нас, в нашем крае, может быть, ближе, ну, можно по первым годам гонений, да, вот 17-18-19 год, есть жертвы, и есть несколько имен и священников, и мирян, пострадавших в этот момент за веру, в этот период за веру. Там ясно, что допросов никаких не было. Там, так сказать, порой видно, что просто, так сказать, исповедничество, так сказать, вот и явно мученичество. В начале 1919 года, в самом начале, да, был арестован владыка Белгородский Никодим, вот, и за него вступилось, вступилось несколько, ну, вступилось верующие, да. Но наиболее активными были паратерии Порфирия Амфитеатров и, вот, матушка Мария Киеновская. Их тоже арестовали. Они потребовали у властей объяснить, на основании чего арестованный епископ. Их сами их арестовали и расстреляли так же, как и епископа. То есть здесь вот факт мученической кончины. Да, ясно, что их выбрали не просто так, что это не просто хулиганство, не просто криминал. Здесь, так сказать, состав такого духовного преступления и духовного подвига, соответственно. То есть мне кажется, что вот перспективы канонизации могут быть... И об этом тоже, кстати, говорил и владыка Панкратий, что вот как раз наиболее перспективна канонизация мучеников первого периода гонений. Это во-первых. Ну и во-вторых, есть у нас преподобные, есть подвижники. Ну, в Курском крае это матушка Мисаила, которую тоже многие любят, почитают ее. И это не просто такое душевное расположение, такая вот старушка, да, которая вот как-то так умиляет. Явно, что это такой духовный подвиг, да. Что это были дары духовные от Бога у человека, который за ее подвижническую жизнь. То есть и... Так что вот канонизация именно подвижников преподобных тоже вот может быть в ближайшее время. Процесс канонизации нельзя ускорять. Тут нельзя внести какой-то катализатор, да, как в химический какой-то процесс. Да, здесь должен действовать сам Господь. И Он действует. И Он являет своих святых в тот момент, когда они нужны. И поэтому здесь нам расстраивается по поводу того, что там кто-то не канонизирован. Вот. Не стоит. Канонизация, она самому святому не несет ни награду никакую. Правильно, так сказать, его же не повышают в чине, где-то. То есть если кто-то пострадал иереем, он не станет протеереем, там, или, так сказать, епископ не станет митрополитом, там. Вот. И Господь... Мы не должны забывать, что конечной точкой всех наших просьб, молитв является сам Господь. Мы просим святых молиться Богу за нас. Вот. И просить мы можем и живых людей, и совсем не подвижников даже. И более того, даже, может, таких же грешников, как и мы, можем просить, что давай вот молиться, ты тоже помолись обо мне. Вот. И это, так сказать, вот, это тоже такая наша духовная работа. И мы, когда мы узнаем действительно о подвижниках, которым хотелось бы подражать, ну, что нам мешает дальше, так сказать, их почитать? Мы можем упоминать их, да, также вот день памяти их, мы можем изучать их жизнь. Мы можем даже вот какую-то лепту унести в свое исследование их жизни. Мы можем там взять в отпуск и поехать куда-то в какую-то библиотеку и посмотреть там подшивку газет старых за какой-то период вот в той местности, где жил этот святой. Вот. Вот, что-то изучить, еще что-то можем сделать, то, что можем, да, вот, вот. Вот. И, ну, даже можем доклад подготовить на урок, да, тоже как бы на разном уровне, что мы можем почитать святых. И поэтому, если мы будем этим заниматься, то дальше, так сказать, все Господь сам устроит. Также вот в 2000 году, еще там пять лет до этого, вряд ли кто-то мог предположить, что раз-раз-раз, и сразу на Архиерейском соборе будет прославлено столько святых. 1100 с чем-то, вот, одномоментно было. Буквально в один день у нас в святцах появилось столько святых. Такое чудо было. Просто перечислить имена этих святых займет, так сказать, некоторое время, да. Если к какими-то биографическими подробностям, все, так сказать, ушел день, ушла неделя, месяц. Мы до сих пор не усвоили то богатство святых, которые вот нам даны. Мы до сих пор не можем, так сказать, вот в календаре, так сказать, где-то правильно ударение фамилии своих святых назвать. Вот. Поэтому нам есть над чем работать, и нам не нужно унывать, что вот, как бы, сейчас временно новых новомучников не канонизируют. Будем почитать всех пострадавших. Тех, кто прославлен, тем мы будем молиться, будем просить их молитв. Ну, а тех, кто пострадал, погиб, вот мы будем поминать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...